Здравствуйте, я Павел Ярасов. Это программа «Область новостей». Вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. Дмитрий Шапкин Еще две девушки, и Дмитрий Сергеев знает их имена. Университет хоть и технический, но оказывается, среди физиков полно лириков. На корону главной красавицы ТГТУ претендуют 14 участниц. И с творческими номерами выступят они все. Тюльпаны, колокольчики, сирень – вальс цветов от Тамбовского фотографического общества в репортаже Елены Хромовой. Цветы – практически неподвижные объекты. Они яркие, красивые и привлекательные сами по себе. Казалось бы, такая съемка не требует никаких усилий. Однако этот процесс может стать настоящей головоломкой. Про этих девушек уж точно не скажешь слабый пол. На поздравление активисток общественной организации инвалидов «Аппарель» побывала Юлия Савушкина. Встреча друзей – это всегда что-то теплое и уютное, но особенно требуется собираться вместе в преддверии весеннего праздника. Ни одна девушка находится из подарков и, конечно, цветов. В преддверии Международного женского дня сотрудниц областного управления внутренних дел поздравили члены Общественного совета при УМВД. Женщин-правоохранители ждали теплые слова и букеты цветов. Общественники принесли в каждый кабинет, где трудятся женщины, немного весеннего настроения, цветов и доброты, поздравив сотрудниц самых разных подразделений УМВД. Введение этих прекрасных дам – работа с личным составом, финансовое обеспечение и даже уголовный розыск. Гендерные различия были, есть и остаются. Но мы понимаем, что прекрасная половина человечества, работающая в аппарате УМВД, в линейных подразделениях – это те самые замечательные женщины, которые обеспечивают исполнение необходимых требований закона о полиции в Российской Федерации, выполняют свой служебный долг и вносят красоту в нашу жизнь. Самое многочисленное по количеству представительниц прекрасного пола подразделения – это следственное управление. Здесь трудятся 22 следователя женщины. Профессия эта требует немало терпения, настойчивости и мудрости. С праздником! Без ее визы ни один человек не заступит в караул, а новичков не примут на службу. Светлана Близнецова – штатный психолог Тамбовского управления Росгвардии. Эта хрупкая женщина трудится в окружении суровых мужчин несколько лет и пользуется их неизменным уважением. Почему местом работы она выбрала силовую структуру и за что ее любят в коллективе, расскажет мой коллега Дмитрий Шапкин. Доброе утро, Слава Караула. Здравствуйте. Здравствуйте. Каждый день в 8 утра она проходит этот КПП и отправляется к себе в кабинет. Через несколько минут Светлана на улице. Заступает новая смена Караула, состояние которого психолог должен определить очень точно. Ведь люди идут охранять объект с боевым оружием. При малейшем подозрении специалист просто обязан отстранить воина от службы. Как ваше самочувствие? Отлично. Готовы к внесению службы с боевым оружием? Так точно. Светлана Близнецова – одна из немногих представительниц прекрасного пола, которая работает в региональном управлении Росгвардии. Начинала больше 10 лет назад, еще во Владимирской области, где трудилась в воинской части. С тех пор выбирала только силовые структуры. Нам признается, в этом мужском коллективе ее приняли очень тепло. Я не стою на одном месте, а стараюсь постоянно развиваться, развивать свои методы работы, знания, навыки, для того, чтобы совершенствоваться и быть на одном уровне с военнослужащими, сотрудниками. Работа штатного психолога – труд непростой. Если потребуется, он должен прийти на помощь сотруднику в любое время суток. Правда, форс-мажоры – штука редкая, а вот психологическое тестирование гвардейцев тут проводят довольно часто. Для нас Светлана показала работу с группой. Каждый должен был нарисовать на листе бумаги взаимоотношения в коллективе. По правилам подглядывать к соседу можно, а вот спрашивать и отвечать нельзя. Как выяснилось, мужчинам такие задания нравятся и работать с психологом им приятно. По поводу комфортности, довольно-таки все легко. Мы изначально нашли общий язык. В принципе, никаких проблем. Насколько часто она работает с вами, такие тесты проводит? Довольно-таки часто у нас работа с психологом. Так как мы в основном несем службу в наряде, работа проводится ежедневно. Психолог обязательно принимает непосредственное участие в приеме на работу любого нового сотрудника. Условия тут жесткие, отбор серьезный. Ведь многое, что они узнают здесь – гостайна. Каждый из кандидатов, кто хочет прийти на службу в Росгвардию, должен пройти ряд тестов и побеседовать с психологом. Ну и финальный этап – это вопросы на полиграфе. Озвучить их мы не имеем права. Скажем лишь одно – все они нацелены на выявление профприкодности будущего сотрудника Росгвардии. Андрей Лемешенко бывает на личном приеме у Светланы довольно часто. По его словам, ей хватило года, чтобы показать высокий уровень мастерства. Ну а мужской коллектив оценил ее сильный характер и умение найти подход к каждому человеку. Как психолог она мне очень нравится, поэтому я практикую к ней приходить на тренинги, которые показывают мне свои определенные сильные и слабые стороны. Поэтому она дает мне толчок к своему профессиональному развитию и своему совершенствованию. Военнослужащим женщинам в Росгвардии поблажек нет. Здесь каждый выполняет свою работу от начала до конца. Даже нормативы физподготовки для слабого пола не сильно отстают от сильного. И тем не менее своих коллег в юбке эти суровые мужчины уважают, любят и берегут. Ведь именно они даже на рабочем месте создают атмосферу тепла, уюта и понимания, которые порой так нужны каждому из нас. Дмитрий Шапкин, Станислав Попов, Ольга Кириллова. Область новостей. В преддверии весеннего праздника Управление социальной защиты области поздравляет женщин, находящихся на социальном обслуживании. В стационарных учреждениях проводятся концерты и Дни красоты. А представительниц прекрасного пола, получающих социальные услуги на дому, поздравляют лично. Так, цветы и подарки сегодня получила Александра Кондрашина, ветеран труда и труженик тыла. В гости к Александре Даниловне пришла Марина Подгорнова, директор учреждения социального обслуживания «Забота». Сегодня у нас солнышко, вот эти дни весенние, они всегда нас, женщины, радуют. От души хочется поздравить вас от имени Анны Николаевны с праздником 8 марта. Пожелать огромного-огромного здоровья. Ситуация, конечно, сложная сейчас в соответствии с пандемией, но всем желаем только здоровья, не болейте. Успехов во всем и, конечно же, женского счастья. Вот я счастливая, наверное, счастлива в последние годы своей жизни. Так что благодарю вас всех и с праздником вас тоже. Александре Кондрашиной было 12 лет, когда началась война. Родители погибли, она трудилась вместе со взрослыми в поле на таку. Сейчас ей за 90, она активна и жизнерадостна. Своё женское счастье видит во внуках и правнуках. Цветы и подарки получили также другие женщины, находящиеся на надомном обслуживании. Тамбовчан приглашают посетить выставку «Женский портрет», которая открылась в музейно-выставочном центре. Репродукции шедевров мировой классики объехали весь регион, а теперь добрались и до областного центра. Подробности у нашего корреспондента Марины Корякиной. Когда-то здесь было только два выставочных зала, сегодня они превратились в четыре. Произошло это не за год, а за долгих 10 лет. В течение всего этого времени одной дорогой с музеем шла Галина Сытилина. Канун 8 марта её вклад в сохранение исторической памяти не мог не отметить медалью «Союз женщин России». За эти годы наш музей очень вырос и принял очень много посетителей. Я очень благодарна, что меня наградили такой высокой наградой, дали возможность проявить себя. Среди отмеченных не только сотрудницы МВЦ, ещё друзья, соратники, которые делают одно дело. И это не просто награда. В 2020 году «Союз женщин России» учредил медаль имени Валентины Грязодубовой, легендарной лётчицы, героя Советского Союза. Эта женщина, когда началась уже во время войны, она добровольно уходит на фронт в соответствии с разрешением. Потому что она ходила, просила, она говорит, я заканчиваю училище, я лётчи, тебе нужна там. И таких женщин, героин было очень много. Женская природа соткана из противоречий. Вот и сегодня через стенку с брутальными ракетами портреты красавиц разных эпох. Эта экспозиция – ещё один подарок для женщин, чья деятельность связана с сохранением прошлого. Целый год репродукции путешествовали по городам и районам области. Экспозиция выставлялась в сельских школах и досуговых центрах. А жители региона тем временем знакомились с шедеврами мировой классики. Это последняя остановка каравана искусств. 15 марта репродукция отправится домой, в Самару. А пока есть возможность познакомиться с героинями. Выставки поближе. Вот, например, портрет первой красавицы Петербурга, княгини Юсуповой. Это женщина, которая вошла в историю, которая не просто вошла в историю, которая в ней осталась. Она великолепна, красива, обаятельна, она умна, она иронична. Она в воплощении не только женской красоты в своей эпохе, она ещё в воплощении женщины как развитие. Впрочем, поддались и поддаются чарам женской красоты не только современники фламенго. Любовь нечаянно грядет, когда её совсем не ждёшь. Марина Корякина, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей. Ученик 21-го лицея города Тамбова стал победителем Всероссийской Олимпиады по вопросам избирательного права «Софиум». Сегодня десятиклассника поздравил председатель областного избиркома Андрей Офицеров. Всего в Олимпиаде по всей стране участвовали больше 40 тысяч старшеклассников. Финал проходил 1 и 2 марта в Москве. За звание лучшего знатока избирательного процесса соревновались 99 школьников из 47 регионов. Свои знания участники демонстрировали в тестировании и интеллектуальной игре. Лучшим по итогу стал Герман Потупа. Сегодня молодой человек получал поздравления от председателя регионального избиркома. Большой плюс в этом году для меня был то, что я уже в том году участвовал, и у меня уже была очень сильная большая база. Единственное, что было сложно, это, значит, изменения в законодательстве произошли. И эти изменения довольно-таки существенны. Нужно было это все, значит, выучить. Олимпиада «Софиум» проводится второй год подряд, и все это время ученики 21-го лицея активно принимают в ней участие. В этом году еще две старшеклассницы образовательного учреждения показали отличный результат, став призерами и финалистами. Весна – это время жизни и всего прекрасного. Символично уже в пятый раз в ТГТУ проходит конкурс на звание главной красавицы университета. Пока все ждут его фееричного завершения, участницы трудятся, чтобы обеспечить себе путевку в финал. Так место в десятке получили еще две девушки. И Дмитрий Сергеев знает их имена. Чем ближе развязка, тем больше становится интрига. Кому же достанется титул королевы красоты ТГТУ? Но сейчас конкурсантки обеспечивают себе место в финальной десятке на промежуточных этапах. В прошлый раз четыре девушки поборолись за звание «Мисс Интеллект», а теперь настало время определить самую талантливую. Университет хоть и технический, но оказывается и среди физиков полно лириков. На корону главной красавицы ТГТУ претендуют 14 участниц. И с творческими номерами выступят они все. Хотя девушки получают от процесса удовольствие, к подготовке они подходят серьезно. И в этом они не одни. Во-первых, конкурсантки сдружились. А во-вторых, они всегда могут обратиться за поддержкой наставников. У нас есть профессионалы, которые в области вокала, в области хореографии, которые подсказывали, помогали участницам. И мы вот уже сегодня увидим плоды этого творчества. Какие-то ограничения были при подготовке? Ограничений никаких нет. То есть там, какой номер ты хочешь подготовить, нет. Полный полет фантазии, творчества. Ограничения только по времени у нас есть регламент, а так нет. Чтоб мир везде и в каждом уголке планеты. Все сытые, одетые всегда. Чтоб детки никогда не знали беды. А взрослые счастливые всегда. Такая свобода творчества предстала перед членами жюри в лучшем виде. Помимо уже привычных песен, танцев и чтения стихов, было немало номеров в оригинальном жанре. Кто-то прямо на сцене писал картину, посвященную конкурсу. Кто-то устроил настоящее шоу с барабанами. А кто-то даже решил блеснуть чувством юмора в стендап-выступлении. Очень люблю науку. И недавно я научилась скачивать в угол. И сейчас занялась подготовкой к Мисте ГТУ. И решила, что буду питаться правильно. Но в Макдональдсе это делать очень сложно. Выбор был непростым, но все-таки большинство голосов судьи отдали Екатерине Богатыревой и ее ритмичному номеру. На конкурсе она представляет клуб выпускников. А ударный инструмент взяла в руки 7 лет назад, когда в ТГТУ организовали шоу барабанщиц. Готовились очень долго, потому что у нас свой профессиональный коллектив. Вот конкретно этот номер мы готовили в районе полугода. Весь проект готовили около года. И вот смогли поделиться частью нашей работы и очень довольны результатом. Но больше, мне кажется, нас порадовала реакция публики, потому что, мне кажется, артист всегда работает ради публики. Это здорово. Также сами участницы выбрали мисс Дружбу. Ею стала Анна Бурцева из Института экономики и качества жизни. У нас репетиции длятся уже больше месяца. И за это время мы, правда, зружились с девочками. У каждой у нас есть страх. И каждый пытается поддерживать друг друга. Думаю, любая девушка будет, на самом деле, достойной мисс Дружбы. Но так получилось, что стала я. А как думаешь, почему именно ты? Может быть, я лучше чувствую то, что переживает девушка. И я тоже это переживаю. И мне это близко, наверное. Впереди остается только финал, который пройдет уже 10 марта. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей. В досуговом центре «Мир» зазвучал вальс цветов. Тюльпаны, колокольчики, сирень. Все они в преддверии Международного женского дня распустились на фотографиях Тамбовского фотографического общества. На натюрморты и пейзажи посмотрела моя коллега Елена Хромова. Цветы – практически неподвижные объекты. Они яркие, красивые и привлекательные сами по себе. Казалось бы, такая съемка не требует никаких усилий. Однако этот процесс может стать настоящей головоломкой. Каждая фотография – это пойманный момент, который больше не повторится. Эти моменты старается ловить и Ольга Самородова. Природа сама подсказывает ей сюжеты будущих работ. Купила ландыши. Ну, думаю, ну как, стала фотографировать ландыши и приложила и одуванчики. Расцветают ландыши, одуванчики отцвели. Наступает новый день, гаснет лампа. Вот сюжет натюрморта. И вот так вот у меня рождаются натюрморты. Еще за три тысячи лет до нашей эры садовники Египта и Сирии разводили розы, маки и ландыши. Такая же почтенная биография у лилий, гвоздик и тюльпанов. Свой небольшой сад распустился и в досуговом центре мир. Все фотографии несут атмосферу энергии пробуждения, обновления, раскрытия и расцвета. Даже в крохотных незабудках или ромашке заложена сила, которая заставляет радоваться или грустить, переживать и вспоминать о чем-то своем. О своих первых фотографиях вспоминает и Светлана Горбунова. Благодаря своему папе он тоже работал в фотоотелье в свое время. Потом ушел на завод. И вот с 80-х годов тоже я сначала с фотоаппаратом «Зенит» пристрастилась к фотографии, фотографировала и виды города. Очень люблю пейзажи фотографировать и также цветы. И вот здесь как раз представлены работы, которые в начале 2005 года, когда мы купили еще цифровой фотоаппарат, это уже новые такие были возможности, варианты, можно сказать, эксперименты, когда я пыталась сфотографировать такую макросъемку и цветы. Как раз по весне расцветали или дома, или на улице. В эти дни Тамбовское фотографическое общество празднует свое 115-летие, а на праздники принято дарить цветы. Выставка приглашает зрителя насладиться красотой и ароматом, получить заряд радости и бодрости, который неизменно дарит нам царство флоры. Елена Хромова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, Область новостей. Практика показывает, что среди тамбовчан очень много физически активных людей. Это лишний раз доказал фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Несколько десятков жителей города испытали сегодня свои силы в спорткомплексе «Динамо». Подробности у Дмитрия Сергеева. «Готов к труду и обороне» – девиз, с которым люди, активно занимающиеся физкультурой, идут по жизни. Поэтому зимний фестиваль ГТО стал одновременно и подарком, и вызовом. Возможность испытать силы в таком событии дают уже второй раз, и у праздника спорта есть все шансы стать традиционным. Это уже второй день фестиваля. Вчера участники соревновались в плавании, а сегодня выполняют комплекс из трех упражнений. Одно из них на гибкость – это наклоны на гимнастической скамье, и два силовых – это подтягивания и отжимания. Причем на силовых упражнениях участников разделили в зависимости от пола. Мужчины заняли перекладину, а женщины работали в упоре лёжа. Как таковых нормативов на соревнованиях нет. В каждом задании нужно показать свой личный максимум. Но есть определенные тонкости. Например, в отжиманиях нужно коснуться грудью дощечки, чтобы загорелась лампочка, иначе повторение не засчитывается. Участвуют в событии тамбовчане от 18 до 59 лет, и собрать заинтересованных людей не составило труда. Получается, в первую очередь, да, это объявление о том, что в городе проходит фестиваль ГТО. Это подлечение через социальные сети, это обращение к руководителям организации предприятий, которые работают на территории города в областном центре. Ну и такое дружеское общение, да, пришел сам, провел и друга. Не исключаю, что среди наших участников сегодня и профессиональные, да, люди, которые профессионально занимаются спортом, представители военнослужащих, есть старшие люди. Один из самых взрослых участников – 54-летний Геннадий Чураков. На соревнованиях он обычно выступает в роли суди, но в этот раз решил сам включиться в борьбу. Как бы еще в школе учился, занимался легкой атлетикой, танкобежным спортом, там, баскетболом, хоккеем. А работаю тренером, конкретно веду легкой атлетику и полиатлон. Полиатлон – это очень похоже на ГТО. Там есть плавание, бег, стрельба, метание. Лучшие атлеты получают традиционные награды, но главное – они смогут представлять тамбов на областном фестивале, который пройдет уже в конце марта. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. Поздравления по случаю Международного женского дня получили сегодня и те девушки, про которых точно не скажешь слабый пол. Это активистки общественной организации инвалидов «Аппарель», в очередной раз доказавшие, насколько безграничны возможности человека. Моя коллега Юлия Савушкина расскажет подробнее. Сегодня в областной спортивно-адаптивной школе не будет ни тренировок, ни репетиций, но друзья все-таки соберутся вместе. Перед праздником 8 марта в гости к активистам «Аппарели» приехал глава Тамбовского района Алексей Бородин. Событие так и назвали «Встреча друзей». Встреча друзей – это всегда что-то теплое и уютное, но особенно требуется собираться вместе в преддверии весеннего праздника. Ни одна девушка не обходится без подарков и, конечно, цветов. Цветная Олимпийка – еще один символ встречи. Через два дня страна отметит 7 лет со дня открытия зимней Паралимпиады в Сочи. Игры – то, благодаря чему спортсмены «Аппарели» познакомились и подружились с Алексеем Бородиным. Они вместе участвовали в эстафете Паралимпийского огня, вместе радовались успехам тамбовских спортсменов. С этой административной работой все меньше и меньше становится времени для того, чтобы встретиться, пообщаться. Мы уже и ватсап, и телефоны, и смс, и мы задействуем все. Но личное общение все равно, считаю, не заменить. Я хотел бы вас всех поблагодарить, поздравить всех женщин с наступающим международным женским днем, пожелать вам оптимизма, здоровья, бодрости, духа, и чтобы вы всегда верили в себя. Пообщаться в рамках непринужденной встречи удалось и о насущном. В частности, Аппарелевцев интересовал вопрос о доступности среды в Тамбовском районе. Активистам движения важно чувствовать себя мобильными. Они талантливы и сильны не только духом. Многие из девушек – неоднократные победители и призеры престижных соревнований. Есть и начинающие спортсмены, которым особенно нужна поддержка. Катя Барковская, к примеру, делает первые шаги в танцах на колясках. Мало-помалу я тренируюсь, смотрю видео, по ним тоже учусь и стараюсь. Что бы ты пожелала еще тем, кто пока не решается? Делать шаги, кто тоже хотел бы быть активным? Надо быть смелее и сделать им первый шаг. Не обошлось на встрече друзей безнародных песен и чаепитий. В такой обстановке договорились видеться чаще. Алексей Бородин пообещал, что будет продолжать поддерживать Аппарелевцев. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Александр Кобзарев, область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше информации на нашем сайте и в группах социальных сетей. Напоминаю, телефон нашей редакции – 56 46 48. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова